Товарищи, у нас очередная лекция в Университете Рабочих Корреспондентов. Тема этой лекции Игорь Константинович Смирнов, профессор об основном экономическом законе капитализма. Читает ее кандидат экономических наук, доцент Виктор Иванович Гахко. Добрый вечер, дорогие товарищи. Почему мы вынесли на занятия Университета Рабочих Корреспондентов этот вопрос? Ну, во-первых, мы всегда ищем истину, постигаем ее. Как мы знаем, в Капитале Марс дал истинную картину развития движения капитализма. Вот, так сказать, мы ее должны вместе, так сказать, с Марсом хорошенько изучить. Но это одна сторона. И вторая. Этот вопрос, вроде бы как, теоретический и относится к капитализму. Но он имеет прямое, непосредственное отношение к социализму. Причем такое отношение, что неверное решение этого вопроса привело к разрушению социалистического производства и к возврату к целому капитализму. Вот такая постановка вопроса. Ну, а для начала, вкратце, буквально, кто такой Игорь Константинович, несколько слов. Значит, Игорь Константинович Снырнов это выдающийся советский экономист, доктор экономических наук, профессор Ленинградского государственного университета. Ну, так сказать, богатая, так сказать, жизнь, не только в теории, не в практике. Он участвовал в проектировании гидроэлектростанций крупнейших там, водохранилищ при них. Ну, наверное, не это главное. Чем он отличается от огромного числа тех экономистов, которые назывались марксистами, но на самом-то деле таковыми и не были. Он один из немногих советских экономистов, которые проштудировали науку логики Гегеля. Ну, а мы все помним очень известную мысль Владимира Ильича Ленина, что нельзя вполне понять капитала, особенно его первой главы, не проштудировав науку логики Гегеля. Так что можем подытожить, что Игорь Константинович Смирнов вполне понял капитал Маркса. Ну, а, так сказать, поняв капитал Маркса и посмотрев, как преподносят его, скажем, в официальной экономической советской литературе, ну, был вынужден поднять этот вопрос и, так сказать, разложить по полочкам, сказать, что есть на самом деле. Вот его основной труд «Метод исследования экономического закона движения капитализма в капитале Маркса», который был опубликован издательством Ленинградского государственного университета в 1974 году. Итак, переходим к содержанию этой темы. Предметом исследования капитала, это все знают, является капиталистический способ производства и соответствующему систему капиталистических производственных отношений. Вот здесь появляется слово «система». Все, наверное, знаем это и вряд ли кто будет спорить, что мы все рассматриваем в системе, где все находится в взаимосвязи, взаимословленные. Но после этого идет большой водораздел. И вот две такие дорожечки, прямо противоположные. Есть такой, у нас популярный очень, в свое время был, он остался сейчас, системный подход. Это вот когда люди берут все эти категории, законы, например, капитализма, как кубики, начинают складывать в систему. Сложили, посмотрели, не понравилось, разрушили, давайте другую сложим в систему, опять посмотрели. То есть, с одной стороны, вот этот просто системный подход, он предполагает известный произвол. И во-вторых, там есть самого главного. А что самое главное? Ведь система, ну, в частности, система капиталистических производственных отношений, ведь это живой организм. И вот диалектический подход предлагает совсем другой принцип, его рассмотрения, анализа, рассмотрения и раскрытия. Ну, начну я, так сказать, с известных вещей, то, здесь, я думаю, многие читали, так сказать, смотрели, науку логики Гегеля. С чего начинает исследователь? Сначала, да? От чего приходит? Результату. С точки зрения диалектики, что есть начало? Не развитый результат. Совершенно правильно. А результат? Развитое начало. То есть, начинает с чего-то самого такого простого, с элементарного, того, что в себе в зародыши, еще в не развитом виде, содержат все дальнейшие определенности. Вот как у Марса в капитале, с чего он начинает? Он так и пишет. Товарость, элементарная клеточка капитализма. Элементарная. Самая простая. И вот эта клеточка, элементарная клеточка, содержит в себе еще, но в не развитом виде, как бы в потенции, все другие определенности категории капитализма. И вот дальнейшее развертывание этих категорий есть развертывание товара. И приходим к конечному результату. То же самое в отношении экономических законов. Ну, сделаем небольшое отступление, поскольку мы говорим об основном экономическом законе, просто, так сказать, в экономических законах, как системе. Давайте вспомним, что такое закон. Как директическая категория. Ну, все, наверное, тоже знают. Закон это совершенно спокойное объявление. Спасибо. Но и закон тоже какой-то постоянный и раз навсегда данный. Он тоже развивается. Вот если мы посмотрим определение, которое Гегель дает на аукеологии закона. Самое первое это постоянный образ изменяющегося явления. Вот видите, Явление это что-то такое, что есть постоянно, а что-то изменяется. А закон это постоянное явление. Затем просто спокойное явление. Самый простой пример. Вот река движется, течение реки. Вот он закон. Вот он движется в эту сторону с такой скоростью, такой объем воды и так далее. А на поверхности все что угодно может быть. И обратное течение, водовороты, бруны, это вот явление. То есть оно помимо постоянно спокойное содержит что-то еще изменчивое. Затем закон определяется Гегелем как существенное явление. То есть явление если помимо существенное не существенное, а закон существенное явление. Закон затем противоречия как противоречия, которое разрешается в основании. Так вот Игорь Константинович Смирнов на основании этого делает следующий вывод, что система законов, экономических законов представляет из себя основной экономический закон, производный экономический закон от основного и закон движения системы. Что значит основной экономический закон? Это закон, который лежит в основании всей этой системы законов. Раз он лежит в основании самый первый, исходный, значит он самый простой, это самая бедная, скажем так, абстракция. Это с одной стороны. Но с другой стороны, именно в этом основном экономическом законе находится еще в потенции, еще в неразвитом виде все остальные законы данной экономической системы. Ну, в данном случае капиталистического способа производства. А производные законы это законы, которые вытекают из основного экономического закона и в снятом виде содержат в себе основной экономический закон, но является его развертыванием, то есть более конкретный, более содержательный. Но самый показательный пример. Пожалуйста, то есть вот рассмотрев, начинаем товар Маркс рассматривает противоречие товара, потребительная сменовая стоимость, за стоимость он, так сказать, видит стоимость и дальше обнаруживается, открывает закон стоимости. Вот закон стоимости это есть первый, исходный, то есть основной закон товарного производства. А вот дальнейшее развитие этой системы закона, которая пристекает истекает из закона стоимости, уже показывает там его развертывание. В третьем томе капитала мы видим, что законы конкуренции капиталов, это уже законы действительности капиталов. Вот он, многообразие действительности во всей ее полноте. А что такое закон движения? Закон движения это процесс реализации развертывания этого основного экономического закона. Значит, у нас в мае месяце будет отдельная лекция, посвященная закону движения капитализма, капитали Маркса. Поэтому я этот вопрос не затрагиваю, представляю возможность об этом рассказать Кириллу Валерию Юркову, буду рассказать об основном экономическом законе. Значит, вот таким образом представляется картина системы экономических законов капиталистического способа производства. Еще раз, есть основной экономический закон, закон стоимости, который лежит в основании этой всей, ну или пирамиды, лучше сказать, системы. Все остальные законы, которых они все производные из этих законов. И каждый из этих законов является этапом развертывания этого основного экономического закона. Вот такая картина. Но об этом скажем. Вот Энгельс в антидюринге совершенно прямо и точно сказал, что закон стоимости является основным экономическим законом товарного производства, запятая следовательно и высшего формы капиталистического производства. Точка. Вот прямое указание. Ну вот вернемся к социализму. Как в нашей экономической литературе периода СССР представляли это дело? Вот Игорь Константинович провел, видимо, большое исследование, большую работу. Он пишет, что в 30-е годы во всяком случае в учебниках отражали массу официальную точку зрения, об этом писали прямо, что основной экономический закон капитализма это закон стоимости. В частности это написано в учебнике политической экономии под редакцией Островитянова. Островитянов это известный крупносоветский экономист. Но страна проходила период сначала переходной, затем строительство, развитие социализма, конечно, возникали проблемы, вопросы, шли дискуссии. В 40-е годы была проведена экономическая дискуссия. И затем в 1951 году было проведено всесоюзное совещание экономистов. И по итогам совещания в 1954 году был издан учебник политической экономии, в котором все поменяли, поставили с ног на голову. И основным экономическим законом капитализма был назван закон прибавочной стоимости. я не нашел этот учебник, наверное, если порыться в библиотеке, он есть. Вот у меня дома хранится учебник политической экономии 1959 года. Период небольшой, издания повторяются, я думаю, все одно и то же. Вот первый раздел, называется капиталистический способ производства. Вот открываем параграф такой-то называется закон стоимости тире экономический закон товарного производства. Слово основное уже исчезло. Идем дальше. Вот там, где речь о прибавочной стоимости, появляется фраза «Обнажив тайну капиталистической эксплуатации, Марк открыл основной экономический закон капиталистического способа производства». Это закон прибавочной стоимости. Ну, в отношении социализма мы пока сделаем паузу, давайте разбирать. Вот сама постановка вопроса, для тех людей, кто хоть немного читал, хотя бы открывал науку логики, сразу показывает, что, да, и почему там идет обоснование. Потому что, якобы, что закон прибавочной стоимости, он характеризует сущность капиталистического производства. Вот сама постановка вопроса говорит о том, что люди, видимо, не читали науку логики, незнакомы системой категорий. Потому что, ну, сущность, во-первых, из разных порядков. Вспомним конспект «Философские тетради Ленина». есть сущность первого порядка, второго, третьего и так далее. Менее глубокая сущность, более глубокая сущность. Вот Игорь Константинович, ученый дотошный, он досконально знал науку логики Гегеля. Он посчитал, что у Гегеля 27 определений сущности. Вот 27 ступенек. И на 13 появляется закон, как одна ступень познания или определения сущности. Но дело не в числе. Хотя мы можем догадаться и сравнить у Гегеля какой принцип изложения анализа. Тезис, антитезис, синтезис. Их три. Правильно? Ну три книги. В каждой книге три раздела, три параграфа и так далее. Три на три 27. Но дело не в этом, конечно. Не в цифре. Так какая сущность-то? Самая глубокая? Давайте зададим с другой стороны подойдем. зададим вопрос. А на основании вообще каких законов происходит производство и присвоение прибавочной стоимости? Ведь оно происходит и осуществляется на основе закона стоимости. Что такое производство прибавочной стоимости? Это производство стоимости, продолженное далее известного пункта. Давайте с другой стороны посмотрим. Вот это отношение капитала и наемного труда. Вот наемный, рабочий, любой у нас приходит наниматься капиталисту. Ведь какие здесь отношения складываются? Первоначально, сначала. Отношения товаропроизводителей. У одного товара, сказать, владельца есть деньги, у капиталиста. У другого денег нет, есть товар, рабочая сила. Совершенно верно. Два вроде равноправных товаровладельца. Все, поговорили, ударили по рукам, заключили договор. На основании какого закона вот эти отношения складываются? На основании закона стоимости. Происходит обмен товаров. Подписали договор, то и произошло. Один товар, один, так сказать, товаровладелец, владелец товара рабочая сила передал свой товар капиталисту. Ну, понятно, во временное пользование. Тот получил. Ну и, скажем, если он, так сказать, получил этот товар, как любой владелец товара может использовать своих интересов. Так ведь? А вот дальше идет уже другой процесс, который, скажем так, является развитием дальнейшим. Что капиталист соединяет в процессе производства, средства производства и рабочую силу. И рабочая сила обладает над удивительным, так сказать, качеством, свойством производить стоимость больше, чем она сама стоит. И вот закон прибавочной стоимости, он как раз и характеризует следующий уже этап развития закона стоимости. А именно, как вот распадается этот рабочий день. То есть, какую часть рабочего дня присвоит себе капиталист. или такой момент. Вот вы купили, пошли в магазин, дали деньги, купили батон. Он ваш батон, что хотите с ним, то и делает. Он вам принадлежит. Если у вас придут и возьмут батон, вы что скажете, это вор? Правильно? То же самое и здесь. Кому принадлежит продукт, товар, произведенный на капиталистическом предприятии? Капиталисту. Почему? Да на основе закона стоимости. Он купил товар, он ему принадлежит. Вот средства производства, его товары и рабочая сила. То есть, вот такие дела. Что произошло в головах? Ну, последствия были, конечно, тяжелые. Так, а мы идем дальше. Что касается социализма. Конечно, в 17-м году наши великие предшественники совершили Великую Советскую Революцию и приступили к строительству нового общества коммунистического. Впервые в истории человечества никаких готовых рецептов не было. Все нужно было делать на практике впервые. Спасибо, скажем, классикам марксизма и ленинизма. Они оставили, как говорится, свои труды, выводы, которые они сделали. Ну вот, если мы вкратце проследим, вот генезис развития, то первоначально, вот сначала, так сказать, идет переходный период от капитализма к коммунизму, который характеризуется наличием укладов. То есть, с одной стороны, новый, только что родившийся коммунистический уклад, с другой стороны, старый, уходящий в прошлое, но еще сильный, это капиталистический уклад и мелко товарный. Ну, капиталистический уклад – это ступень развития товарного производства. Какой основной экономический закон товарного производства? Закон стоимости. Соответственно, он действует в этих укладах, в рамках этих укладов. А коммунистический уклад. Ведь Маркс в капитале в самом начале еще прямо говорит о будущем коммунистическом обществе, о будущем, который предполагает непосредственно общественное производство, форму производства, диаметрально противоположную товарному. То есть, характер коммунистического, социалистического производства, он диаметрально противоположен товарному. Поэтому, естественно, закон стоимости никак не может быть не просто там основным, а просто экономическим законом формы производства противоположной. И вот, значит, как развивались события. Давайте рассмотрим хозяйственную практику. То есть здесь с одной стороны теория, с другой стороны хозяйственная практика. После переходного периода, в середине 30-х годов был построен социализм, но, видимо, те наши, повторяю, великие предшественники, которые строили социализм, задавались этим вопросом, спорили, обсуждали, как быть. Ну вот они нащупали верное звено. Верное звено. И, так сказать, это было зафиксировано в решениях пленумов ЦК ВКПБ в 1927 и 1928 годах. Что? Социалистическое производство должно ориентироваться не на вот эти старые товарные формы, а на новые, противоположные. И центральным звеном является снижение себестоимости на основе роста производительности труда. Ну а дальше это выражается, должно выражаться, снижение розничных цен. И вся хозяйственная практика, она была ориентирована на это в целом. Хотя, повторяю, все же противоречиво, все было новое. Нельзя сказать, что все-таки, знаете, как Тротуар Невского проспекта. Там всякое было. То есть, поэтому для промышленных предприятий, вообще сверху донизу, вот были главные показатели. Снижение себестоимости, рост производительности труда. Хотя вместе с ними существовали и показатели воловой, так сказать, товарной продукции и прибыли. Но они были вторичные, как бы, второстепенные, не главные. И вот эти успехи, которые показывает нам советская экономика, они во многом обусловлены именно эти. То есть, была опора на другое, на принципиально иной основы. В теоретическом плане это какие основы? То есть, не товарное производство, а непосредственно общественное производство. Соответственно, основной экономический закон, не закон стоимости, а закон потребительной стоимости. И закон стоимости, он предполагает определение, скажем так, это определение стоимости общественной необходимой затратами труда, равенства труда. А закон потребительной стоимости, он прямо противоположно говорит. Это определение необходимых затрат труда при производстве общественной потребительной стоимости. Он постулирует, что результаты труда выше затрат должны быть. Должно быть неравенство как раз, прямо противоположное. Закон стоимости формулирует равенство при обмене по затратам труда, а закон потребительства стоимости – неравенство. Но в этом величайший смысл человеческого развития, что результат человеческого труда должен превосходить его затрат. Иначе какой же у нас там будет прогресс и так далее. И поэтому в качестве основных показателей должны стать не стоимостные показатели, не затратные – стоимость, валовая продукция и прочая прибыль, а снижение затрат труда, снижение себестоимости. Неравенство лежало в теоретической основе той системы методов управления, которые были созданы в ходе строительства социализма и действовали до известного периода. Что произошло дальше? Дальше произошло следующее. После смерти Сталина. Вот эта вот позиция, она то, что пока касалось капитализма. Когда основной экономический закон капитализма не закон стоимости, а закон прибавочной стоимости, а закон стоимости – это очень хорошо. Она перекочевала в экономическую концепцию социалистического товарного производства. Открываем учебник. Смотрим. Ну, во-первых, в тот период даже вывели некий социалистический способ производства. Правда, он в таком явном, откровенном виде не попал. Последующие партийные документы. Ну, в этом уже видно, как вот подходила релизия. Что такое способ производства? Это такое крупное, большое понятие. Вот есть капиталистический способ производства, есть коммунистический способ производства. А здесь теоретики, горе-теоретики, называвшие себя марксистами, выдумали некий социалистический способ производства, который лежит якобы между капитализмом и коммунизмом. Вот они так рассуждали. Вот капитализм – это очень плохо там. Все это вот, знаете, эксплуатация, наемный труд, прибавочная стоимость и так далее. Коммунизм – это хорошо, но это будет очень далеко не скоро. Вот все, что вы писали, классики марксизма и ленизма, о непосредственно общественном характере социалистического производства, о цели социализма, обеспечении полного благосостояния, всестороннее развитие всех членов общества, о распределении по потребностям – это вот будет тогда. А сейчас другое. А что другое? Если вот того коммунистического еще нет и в принципе не может, как они говорят, так остается одно только – вот то, что с капитализмом. Ну как они поступали? Да очень просто. Они ко всем этим категориям, товарного производства, вот эта система категории, закона, приделывают слово «социалистический». Товар – социалистический. Стоимость – социалистическая. Деньги – социалистические. Ну, одна была проблема – куда деть прибавочную стоимость и товар рабочей силы. А вот здесь, знаете, как обрубали. Вот не говори все, нет и все. А почему? Никто не объяснял. Но, к сожалению, вот это вот попало. Попало сначала в учебнике, а потом и в головы многих тех, кто принимал решение. Поэтому целый раздел. Товарная производство при социализме. И, пожалуйста, раздел, параграф. Характер действия закона стоимости при социализме. То есть, закон стоимости был записан как действующий при социализме. То есть, основной экономический закон капитализма был таким образом в теории пока еще внедрен непосредственно общественно-социалистическое производство, которое геометрально противоположное товарное. Вот сейчас вот рассуждая на тему, а в чем вот корни того, что произошло. Ну, мы должны корни искать в экономике. Ну, в переходном периоде понятно. Там, скажем, был коммунистический уклад новый, был старый уклад капиталистический, мелкотоварный. Ну, вот это бытие, оно рождает соответствующее сознание. То есть, общественное бытие рождает общественное сознание. Вот в головах было такое. А что касается социализма. Ну, вот здесь вот совсем другая постановка вопроса у тех, кто вот знает диалектику, как на самом деле. То есть, на смену товарному производству, еще раз, приходит непосредственно общественно-социалистическое производство. Но первая фаза коммунизма, социализма, чем она характерна? Это такое общество, которое выходит из недр капитализма и во всех отношениях, и в умственном, и в нравственном, и в экономическом, несет следы, отпечатки или родимые следы этого выхождения. Если говорить строго, это моменты отрицания коммунизма в нем самого. Соответственно, в социалистическом непосредственно общественном производстве есть такие отрицательные моменты. Отрицания в нем самом связаны с выхождением из капиталистического товарного производства. Этот момент называется товарность. Вот это сложный вопрос. То есть, это не кусочек, не часть, не какой-то элемент. Это вот отрицательный момент. Он присутствует. И присутствует старая товарная форма, но которая в условиях социализма выражает и новое непосредственно общественное содержание, но и имеет еще какое-то отношение к старому содержанию. Вопрос, на что будет сделан упор. Вот если был сделан упор на снижение затрат труда, на снижение цен, на основе роста производительности труда, вот, пожалуйста, все эти формы выражали новое содержание. Поэтому цены у нас были не просто цены, а плановые цены. И была тенденция к снижению. Хотя, повторяю, жизнь-то она многообразна. Там все было. Все было противоречиво. И было повышение цен, и были диспропорции огромные. Но как тенденция, как генеральная тенденция, она существовала. То есть, вот, нащупали тогда это главное звено, за которое надо ухватиться и вытащить всю цепь. А если покопаться в истории, то вот во времена Маркса был такой Прудон. Наверное, слышали фамилию? Это мелкобуржуазный социалист. Вот он написал известный его труд «Нищета». Нет, философия нищеты. Он еще и тем прославился, что говорил, что собственность – это кража. А какая его позиция в отношении товарного производства? А вот он говорил, что товарная производство и закон стоимости – это очень хорошо. Ну, что плохого в том, что товаропроизводители обменивают между собой продукт на основании затраченными труда. Это же замечательно. Сколько затратили, столько получили. Хочешь лучше жить – лучше работать. И так далее. Все замечательно. Ну, вот дальше он говорил, что это все плохо. Вот если вот наши ревизионисты дошли, так сказать, до капитала, сказали, что капитал – это плохо. А вот стоимость, цены, деньги – это хорошо. Ну, Прудон еще и резче говорил. Вот закон стоимости и товар – это хорошо, а вот деньги и все, что дальше следует – это очень плохо. Вот надо взять топор, вот так разрубить. То есть, живой организм, то есть люди не понимали, что из закона стоимость, закон стоимости из-за основной закона, из него неизбежно вырастает капитализм. Неизбежно. Так же, как Прудон. Прудон даже хотел провести эксперимент, организовать народный банк, вместо денег сделать некие расчетные чеки. Но ничего не вышло, естественно, не могло получиться. То есть, вот и такие корни. И вот они через, ну, сто с лишним лет у нас проявились. А что пошло дальше? Ну, вот то, что в теории было, оно вошло в голову и тех, кто принимал решение в партийном аппарате, в государственном аппарате. И в программе партии, принятой в 61-м году, впервые появилась формулировка «шире использовать товарно-денежные отношения». И смотрите, в ленинской программе партии этого не было. Сталин, который, ну вот, тоже имел здесь двойственную позицию, но он не тронул программу партии. Ну, вот Хручев со своими единомышленниками, и это внедрит. Ну, я, так сказать, одну линию беру. Понятное дело, что есть экономика, базис, есть настройка, прежде всего, политическая. Они там много натворили. И прежде всего, так сказать, убрали главное звено. Коренной вопрос марксизма – это диктатуру пролетариата. Обкарнали цель социалистического производства. Сказали, что цель социалистического производства – это просто удовлетворение потребностей. И вот внедрили это положение «шире использовать товарно-денежные отношения». Ну, а дальше, что называется, дело техники. Вот такая программа партии. Значит, что дело и партийный, и государственный орган реализовывали в жизни. И вот экономическая реформа 1965 года. Вот она совершила первый рот в экономике. То есть, показатели, которые отражали непосредственно общественный характер социалистического производства, требовали законопотребительной стоимости, его выкинули. То есть, снижение себестоимости просто выкинули из фонда образующих, из главных. Он остался на вторых, на десятых ролях. А что поставили во главу угла? Поставили объемные стоимостные показатели, а объемы в рублях. Товарно продаются, валово, неважно какая. Прибыль и рентабельность. Ну, дальше пошло, что это полагается. То есть, вот этот отрицательный момент социалистического непосредственно общественного производства, который внутренне присущен, но который надо отрицать, чтобы идти вперед, его поставили во главу угла. Ну, вот как оврано сказать? Ну, может, из медицины. Вот есть здоровый организм, есть раковые клетки, которые там сидят и ведут свою черную страшную работу. И вот эти раковые клетки, это товарное, она поглотила целое непосредственно общественное. И стало, само стало целым. Ну, вот, само стало целым, и что? Когда оно стало полное, мы получили полновесное товарное производство, это что уже? Это уже капитализм. И это, так сказать, произошло по следствию, так сказать, применения вот этих экономических законов. Экономические законы. Ну, вернемся немного к теории. Ну, нельзя сказать, что все это, так сказать, проходило без сопротивления. Совершенно. Просто надо было все разобраться в этих вопросах. Вот работа Игоря Константиновича вышла в 1984 году. Работа Михаила Васильевича Попова, посвященная системе разрешения противоречий развития социализма, как первой фазы коммунизма, вышла в 1986 году. В эти годы Василий Яковлевич Ельмеев и Виктор Георгиевич Долгов с другими экономистами разработали теорию потребительной стоимости. Хотя даже вот основной труд, наверное, Василий Яковлевич Ельмеева, социальная экономия труда, он вышел в 2007 году, когда вот здесь на дворе стоял капиталист. То есть было доказано вот этими действительно выдающимися учеными-марксистами непосредственно общественный характер социалистического производства. Все, что связано с ним. И то, что невозможно на основании концепции и теории социалистического товарного производства и строить, и развивать социализм. Можно только его уничтожать. Но процесс контрреволюции зашел уже далеко и глубоко, конечно. Вот реформа эта экономическая, разрушительная, шла 20 лет. В середине 80-х годов уже, так сказать, в завершающую фазу уже был принят закон о капиталистических предприятиях, под названием закон о кооперации, который предусматривал создание уже, так сказать, и товарного производства и капиталистического. И дальше уже через несколько лет пошла приватизация. Ну, во всяком случае, подводим итоги. Значит, эта работа от Игоря Константиновича Смирнова сделана не зря. Я думаю, не за горами в то время, когда либо нам, либо нашим последовательным придется строить социализм. И, конечно, надо строить с учетом наших ошибок. Спасибо за внимание. Вопрос один поступил. Еще есть? Да, еще есть. Да, я зачитаю, как раз. Да, нет, сейчас. И слово прочит. Так, объясните, для чего ФРАФ, фонд Рабочая Академия, предполагает рабочему классу бороться за соответствие зарплаты и стоимости рабочей силы, если это есть основной закон товарного производства. Очень просто. И капитализме. Совершенно верно. Мы сейчас живем при капитализме, а социализм выходит из капитализма. И за социализм бороться надо вот именно сейчас. И борьба за повышение заработной платы до уровня стоимости рабочей силы – один из элементов этой борьбы. Так, значит, потом Герасимов некий спрашивает. А что говорит Игорь Константинович о характере советской экономики 60-х, 80-х годов? Ну вот, Игорь Константинович здесь тоже занимал позицию такую двойственную. Поэтому я на этом останавливаюсь. Я думаю, что не в этом основная заслуга. Я вот как бы отошел в сторону. Поэтому вопрос. Понятно? Так. Все, вопросы иссякли. Так, просить слово Шмьев Егор Иванович, пожалуйста. Вот сюда встаньте, далеко не уходите. Уважаемые товарищи, вот у Владимира Владимировича Маяковского в одном таком замечательном стихотворении под названием «Ленинце» была такая строчка «Снижай себе стоимость, выведи брак». Оно было написано, ну, естественно, еще в 20-х годах. То есть, этот основной принцип социалистического производства, снижения себестоимости, в то время понимал каждый рабочий. И, ну, раз это скандировалось в стихотворениях, в лозунгах, это было как естественным. В то время как уже в 60-х годах его не понимала даже интеллигенция, которая писала вот подобные книги по политэкономии, где отодвигала его на последнее место. Как уже было сказано, в процессе строительства коммунизма идет борьба между товарностью и социалистическим укладом. То есть, в зависимости от того, что перевесит, произойдет либо переход к полному коммунизму, к бесклассовому обществу, распределению товаров по потребностям, либо произойдет реакция. И то, что у нас с нами случилось в 91-м году. Давайте посмотрим на сегодняшнюю картину. Вот Китай. У фонда рабочей академии позиция такая, что сейчас в Китае идет переходный период. Правильно, переходный период идет. Но вопрос, от чего к чему он идет там? Давайте посмотрим, какая масса рабочих сегодня трудится в Китае на подпольных предприятиях, которыми фактически владеют капиталистические собственники. Вообще, Китай, он владеет огромными слоями пролетариата. И это его недаром назвали всемирной фабрикой. Он добился этого звания. Вот, например, в Америке, сейчас в Америке и в Штатах, в Европе сейчас развивается такая концепция про национального общества, это глупость. Ну, что будто бы физический труд, он уходит в прошлое, и на его место приходит интеллектуальная собственность и все в этом роде. Вот, одним из основных аргументов есть такой, это падение ржавого пояса в США, который на северо-востоке. В США стала литейная промышленность, очень много предприятий обанкротилась, закрылась, были переоборудованы в офисы. И, мол, вот, это все становится нерентабельным. А почему это становится нерентабельным? Да потому что этим Штатам и другим развитым странам сегодня гораздо выгоднее закупать эту сталь за рубежом. Она там дешевле, потому что там рабочая сила дешевле. Или производить ее так же на предприятиях, нежели производить ее у себя на родине. Но к чему это все идет? К тому, что вот этот пролетариат, который они наплодили в странах третьего мира сейчас, в развивающихся странах, однажды просто те страны достигнут уровня того, на котором сейчас находятся вот эти вот развитые страны. И что тогда произойдет? Рабочий класс, который сейчас там сконцентрирован, он обратно вернется в эти развитые страны. А тот, который там останется, он просто забастует. И в конце концов забастует и тот класс, который перетечет в странах, из которых сейчас он как бы отек и создается впечатление, что он там сокращается. Но не в этом суть. Суть в том, что в Китае сейчас идет наоборот переходный период от социализма к капитализму. Сейчас идет огромная реакция там происходит, потому что социалистический уклад постепенно разрушается. государственные предприятия переходят в частные руки. Просто у нас это произошло. В общем, там вот та верхушка, которая сейчас с Си Цзиньпинем держит власть. Они, по сути, хотят реализовать то, что у нас не получилось сделать Горбачеву, создать капитализм под красным флагом. Они только... Ну, Горбачеву это не получилось, потому что... Ну, как бы партийцы честные были. Они в 91-м году на учредительных съездах КП РСФСР, они как бы сопротивлялись это, образовывали фракции. И в итоге привело все к тому, что привело. Просто путем фашистского террора буржуазная власть несла весь коммунистический строй. И путем насилия она вязала капитализм в открытом виде. В Китае же такой открытой, сильной борьбы, какую мы наблюдали в конце 80-х годов, она сейчас не происходит. Поэтому там медленно происходит деградация. Такая же медленная, какая она была, например, в Брежневский период, когда уже все, что наделал Хрущев, оно... Уже шарманка была запущена, и машина продолжала двигаться капитализмом. Поэтому, говорят, что сейчас в Китае идет прогрессивное развитие, переходный период к социализму. Но я считаю, что это неправильно, и эту позицию надо еще хорошо обдумать. Спасибо. Больше выступающих, жирающих нет. Я тогда, кстати, право ведущего выступлю напоследок. Ну, что можно сказать. С Игорем Константиновичем мне посчастливилось быть знакомым лично. Он возглавлял кафедру экономики и права, где работал Михаил Васильевич Попох, и где я подвязался в касте преподаватель информатики. Ну, да побочно так, наведусь по совместительству. Это человек большой, человек очень умный, очень доброжирательный, очень глубоко порядочный. И, в общем-то, общение с ним пошло мне на пользу, несомненно. Еще такой нюанс в биографии, я Виктор Иванович не сказал, он возглавлял фрунзенский райком ВРКСМ в начале 60-х годов. И как раз там на Целину отправляли, и он очень интересно рассказывал, как там вокруг райкома, там, значит, на поляне трактора, там учатся трактора водить, тут на грузовиках учатся ездить по окрестностям. Тут, значит, весь народ бурлит, постоянно кого-то отправляют, знаете, на поезда, все время там смех, гитары, значит. Все очень так живо было, интересно. Хотя, конечно, это Целина, это, как показала позднейшая практика, это вот способ как раз вот этот энтузиазм городской мораде уже советской направить, куда подальше туда, пусть там. Но это, так сказать, дело не только в этом. Книжка, это его вот метод исследований экономического закона, она есть на сайте Фонда Рабочей Академии, Московского отделения фондов ПДФ, и я ее очень рекомендую почитать, потому что, в частности, тем, кто изучает науку логики Гегеля с Михаилом Васильевичем, потому что там некоторые слова, надо сказать, что Игорь Константинович это соратник Михаила Васильевича по изучению науки логики, они в 70-х годах каждое воскресенье встречались на вот той же кафедре экономики и права, и там занимались практически целый день, штудировали вдвоем науку логики, потому что одному ее штудировать это очень тяжело, там, как упрешься, так на этом и замрешь. Вот, а они, значит, это дело добивались. Это действительно человек, глубоко знающий науку логики Гегеля, и эта его книжка хороша для понимания ряда категорий. Ну вот, что еще хотелось бы сказать? Значит, действительно, вот наша страна обладает уникальным опытом из страны, победившего социализма, причем победившего, ну, можно сказать, хорошо, так уверенно победившего, и можно смирно говорить, что вот даже я уже на излете социализма застал, так сказать, что сталкивался такими фактами, что и члены партии пользовались большим авторитетом, и в партию стремились не потому, что не из каверных побуждений, а потому, что это вот было почетно, и, в общем-то, и все понятия коммунистические, они пользовались большим авторитетом в народе. Тем не менее, все это пошло прахом, и мы вернулись к капитализму, и вернулись вообще к вопросу существования России как таковой. Это интереснейший момент с научной точки зрения, и вот здесь, хотелось бы так сказать, у нас сейчас в партии идет определенная дискуссия, есть кто считает, что была диктатура буржуазии, 61-го года установилась, есть такие, кто считает, что это диктатура пролетариата, генерала до 89-го года, когда установилась двоеврастия, а потом в 91-м году уже окончательно был опрокинут вопрос. Вот, ну, конечно, некоторые вещи здесь, я бы вот поспорил с Виктором Ивановичем, что он сейчас говорит. Кто-нибудь говорит так, что прановые до 65-го года были прановые цены, после 65-го года как бы уже нет. Ну вот это, вот я так понимаю, что все-таки прановые цены у нас кончились со 2-го января 92-го года. Это я очень хорошо помню эту дату, потому что до этого я был достаточно материально обеспеченным человеком, а придя 2-го января 92-го года в магазины продуктовые, я там ощутил себя посетителем музея. Так, внезапно. Вот, хотя мне повысили окрад в два раза, и накануне вот его выдали в конце декабря, но с этим окрадом я там ходил так, созерцательно. Вот, и вот прановые цены, это вот кинули. Потом вот переворот в 61-м году, ну, переворот, ну, на мой взгляд, не тянет. И вот такая фраза «Погнавесное товарное производство с 65-го года». Нет, не с 65-го. Ну, вот у меня записано. Нет. Да я бы вот все-таки сказал, что и с 89-го момент товарности он сугубо увеличился, но все-таки мне кажется, что в 92-м году окончательно было покончено с прановым производством, когда отпустили цены, потому что все-таки длинная доля продукции даже осенью 91-го года еще проводилась на государственных предприятиях по государственным ценам. А это мне видится существенный момент, и тут говорить о товарности можно ли, я не уверен. Ну, Виктор Иванович, думаю, ответит мне в своем последнем заключительном слове. Я вас обману и не отвечу. Вот. Так что это вот вопросы, все это наисложнейшие, и, конечно, с ними надо отвечать, потому что, скажем, в середине 30-х годов я вот сейчас читаю книгу Василия Гаврировича Грабина, оружие Победы, и, надо сказать, это очень интересное исследование о том, как проводилась, как работала наша экономика, как работали заводы в 30-е годы. И вот он сейчас, в 35-м году, вроде бы, товарного производства там вроде как бы уже должно быть изжито в цернах, по крайней мере, там энтузиазм, подъем. Значит, он пошел, будучи молодым инженером, пошел посмотреть в цех на заготовки для деталей для орудия. И он смотрит на эти заготовки, он не может понять, где какая заготовка, для какой детали. Значит, деталь весит 17 килограммов, заготовка весит 232 килограмма. Деталь весит 30 килограммов, заготовка весит 700 килограммов. И, говорит, такие страны лежат, и там непонятно. Вот. А как он узнал, почему это? А потому что пран литейного цеха, он зависит от массы выправленных деталей. И этот литейный цех был неприходящим держателем переходящего красного знамени заводского, и там премии были, все такое. Но это мара того, что это перерасход металла какой-то, перерасход инструмента, перерасход рабочего времени. И грабин, выражается, грызли, рабочие грызли эти детали, выгрызая там из вот такой, вот такое. Вот это вот такой вот. Ну, это момент товарности, несомненно, в социалистической экономике, которая тогда, вот вято кто будет возражать, тогда она, конечно, была в целом социалистической, в целом коммунистической, я бы даже сказал, в целом прановой. Ну, вот это такие, то есть это показано то, что это вопрос наинтереснейший, и его, так сказать, необходимо в дальнейшем рассматривать и грубже погружаться. Но Виктор Иванович замечательно все прочитал. Спасибо вам большое. Ну, буквально два замечания по поводу выступления Егора Ивановича. Я думаю, некорректно говорить, что идет переходный период от социализма к капитализму в Китае, по одной простой причине, что социализм в Китае никогда не был построен. Вот, корректно говорить о переходном периоде от социализма к капитализму в СССР. Правильно? Был построен социализм. Вот он, пожалуйста, на личное пути. И мы от него пришли к капитализму. Китай находится в переходном периоде, характеристика которого многоукладность. Вот тебе коммунистический уклад, вот тебе мелкотоварный, вот капиталистический. Между ними идет борьба. Ну, так дальше я согласен, конечно, вот куда повернет. Это вопрос, который волнует не только китайских товарищей, и нас, прежде всего, поскольку он сейчас стоит во главе мировой социалистической системы. И этот вопрос, безусловно, требует еще дополнительного обсуждения. Но я хочу сказать, что вот вы указали определенные негативные тенденции, да, усиление там, вот это, капиталистического уклада и так далее. Но есть и другие тенденции, позитивные, тоже поизучайте. Я постараюсь поизучать. Потому что вчера у меня было занятие в Красном университете. Прекрасно. Я готовился, я другом, что там мы рассматривали систему, мировую систему социализма, империалистическую систему. Я зашел, так сказать, в интернет, посмотрел объемы волового внутреннего продукта по странам. С ее статистикой я два года назад смотрел. И тогда Китайская Народная Республика из США стояли вот где-то поровну. По одной статистике Китай чуть выше, по другой США. А сейчас все начисто. Китайская Народная Республика уже на первом месте 23 с лишним два десятых триллиона долларов. А США 18, это уже все, это уже разрыв большой. О чем это говорит? Значит, идет какое-то строительство позитивное в том числе. Так, в отношении вопросов, поднятых Иваном Михайловичем, я не ставил в свою задачу сейчас говорить вот именно как конкретный дгод. Когда вот непосредственно общественное производство было разрушено, вот эта товарность из момента стала целым, и мы получили полновесное товарное производство. Я думаю, не это сейчас принципиально. Там 89-й год или 92-й год. Хотя, наверное, мы можем здесь поспорить. Но я считаю, что это не принципиально. В отношении плановых цен, вот здесь вот могу сказать следующее. Вот у нас назывались цены плановые. Мы должны выделять название этих цен и содержание. По названию они были и в 30-е годы, и в 40-е, и в 60-е плановые годы, и в 70-е, и даже в 80-е оставались плановыми. А по содержанию, вот если эти плановые цены базируются на системе управления, в центре которой стоит снижение себестоимости на основе роста производительности труда, то вот это содержание будет и с формой совпадать. У нас мы будем иметь тенденцию к снижению цен. А в 65-м году вот это главное выкинули. По названию остались плановые цены. А содержание что сделали? То, что стало увеличивать затраты, соответственно, увеличивать цены. Пошел рост этих плановых цен. Вот и все. А так, спасибо за внимание. Я думаю, что мы правильно подняли этот вопрос. И напоминаю, что продолжение темы творчества Игоря Константиновича «Закон движения капитализма» мы будем рассматривать 30 мая. А так, мы встречаемся через неделю. Лекцию будет читать доктор философских наук, профессор Казюнов Александр Сергеевич. Тема лекции. Решение проблемы мировоззрения в марксизме и современности. Ну, замечательно. Профессор Казюнов. Так что, до встречи через неделю. Спасибо.